и здорово тебе мой дорогой друг и сегодня я сниму еще одно видео про заточку цепных пил неважно каких бенза электро электроаккумуляторных неважно цепных пил моем случае это вот такая вот электропила с уже изрядно поношенной поношенной цепью многие товарищи буквально воспринимают название которое пишу видео и даже не посмотрев видео со звуком бегут писать свои классные и умные умозаключения и классные комментарии пожалуйста ребят давайте больше пишите больше пишите чаще и изысканий но желаю вам все равно как бы на будущее смотреть сначала видео со звуком блин а уже потом бежать и писать комментарии и так мы начнем повторяюсь в прошлом видео где я точил и якобы правильно полностью правильно на самом деле но мне все равно написали что это неправильно правильно было с моей точки зрения из точки зрения канала штиль я специально посмотрел кучу видео и вот на официальном канале компании штиль как точить цепь именно как точить непосредственно саму цепь я вот нашел эти способы может быть что-то и неправильно назвал не так не так теми словами но принцип исполнения был в принципе верный как там было но вы же можете считать иначе неважно Я же говорил о том, что я повторяю непосредственно то, что нашел в интернете и пропускаю через себя, а не говорю, что это истинно и правильно Что-то я заболтался, блин Короче, не суть Проверим сегодня еще один метод заточки Он, скорее всего, неправильный, потому что выдержать угол здесь как-то по факту вообще невозможно, я так понимаю Но мы должны попытаться и попробовать Что же это такое? Я специально взял самую ушатанную цепь Ну, хуже, наверное, уже некуда, потому что, может быть, конечно, хуже есть куда-то, да, где совсем зубьев нет Ну, она еще ходит, но уже совсем не очень хорошо Итак, что же нам нужно? Нам, безусловно, потребуются напильники Они у меня вот такие вот уже тоже изрядно подуставшие Я возьму вот такой, по-моему, он на 5, 5 миллиметров А, кстати, да, тут пришли ребята, которые мне указывали, что нет таких 5 миллиметров Есть 5,2, да какая разница? Суть вы поняли 5,4, 4,8, ну, это, блин, логично, абсолютно, блин, для дебилов Короче, ладно Что-то у меня сегодня подгорело Итак, нам потребуется еще шуруповерт Вся суть максимальнейшая простая Зажимаем наш инструмент непосредственно в шуруповерт Но я думаю, дальше вы уже допетрили, да, что идем туда точить Сейчас развернем камеру и покажу Итак, приступим, я зажал непосредственно нашу пилу с трубцинкой на столе Она не подключена, естественно, к сети И что я хотел вам показать Опять же, я не буду сейчас что-то точить и перетачивать Я просто покажу сам принцип Ставим под зуб непосредственно И включаем шуруповерт Вспоминаем, что у нас есть угол там 30 градусов, 10 градусов Неважно, какая у вас была заточка То и старайтесь как бы обходиться Вот таким образом, как я раньше точил Как оказывается, точить нельзя Нужно содержать угол непосредственно 90 градусов Относительно полотна Перпендикулярно, да? Поэтому давайте попробуем Можно поставить меньшую скорость Вот таким вот образом Я думаю, принцип вы поняли Как минимум, как минимум Метод, возможно, рабочий Возможно Не буду утверждать на все 100% У меня еще напильник поюзанный Сейчас я попробую взять хороший напильник Итак, взяли напильник, который живой Вот он, 5,2 Итак, приступим По-моему, очень даже неплохо Хороший напильник хорошо подъедает зуб Прямо ощущается Да, есть такое Да Вроде как работает Знаете, я еще находил еще дополнительный Джимет, а также с шуруповертом Это использовать вот такие вот алмазные короночки Это фреза непосредственно с гравера И я не знаю, как это будет работать Но попробовать, наверное, можно Я думаю, что сейчас Мы это сделаем Также с помощью шуруповерта Либо другого вращающегося инструмента Того же гравера Итак Вот оно, наше полотно И вот оно, наше коронка Попробуем, что скажет Ну, металл кушает Она стала прям очень острой Тут же самое главное Не перегреть, ребята Непосредственно на зубики Нельзя их перегревать Иначе им придет кирдык заранее Попробуем вот такой вот Прямоугольный еще Но он на самом деле меньше Поэтому тут ничего не сделаешь Но металл он ест Прямо видно, как летит стружка И очень острая кромка получается От себя же добавлю Это не обучение Я никого не пытаюсь учить Ребята Это то, что я нашел в интернете Пропустил через себя Попробовал Показал, работать это или нет Относитесь к этому проще Не будьте вы такими бяками Итак Я думаю, что если найти специальные Есть, может быть, даже специальные Какие-то фрезы Для цепи То вполне как вариант точить Но опять же Опять же самое главное Для чего есть вот этот кондуктор Для соблюдения непосредственно углов В руками вы ничего не Соблю... В руками вы ничего не сможете соблюсти Точно и верно Даже с тем же на самом деле Кондуктором, который есть у меня Под напильник Достаточно сложно это все сделать Но непосредственно он все равно Более-менее работает А вот сделать это шуруповертом Я не знаю Скорее всего нет Возможно это Если вы уже дрова Непосредственно пилите Из каких-нибудь палет Где есть гвозди Вам просто цепь На самом деле Абсолютно не жалко И по барабану Ну может быть Можно вот таким вот образом Подправить С помощью шуруповерта Что-то хотя бы Хотя бы чуть-чуть заострить Ее, да Возможно То есть как вариант Но для распиловки Красивых-красивых бревнышек Я бы, наверное, не советовал Это полная ерунда И то же самое Как я делал видео Про заточку болгаркой Многие восприняли Это буквально Что так делать надо Но опять же Я показал лишь способ Который нашел в интернете И я так делать не буду Я заранее, кстати, в видео Об этом сказал Поэтому, блин Обращаю ваше внимание Еще раз Я даже напишу в описании Читайте название Немножечко под другим углом И читайте описание видео Иногда я в описании пишу На самом деле Что и как Ну а лучше, естественно Выньте бананы из ушей Включите звук И послушайте со звуком Потому что, насколько я понимаю 98% человек Особенно в том же Дзене Смотрят без звука видео Так что так А может быть даже не смотрят его И бегут Писать свой комментарий Непосредственно сразу После того Как он увидел название Потому что многие мне под видео пишут Статья неправильная Какая к черту статья, ребята Относитесь к этому проще Это контент